Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Церемония честования академика Торчевского. Казанка может стать меньше. Новые фотокатализаторы в борьбе с загрязнением сточных вод. В день российского студенчества в формате видеоконференции состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина со студентами. Участие приняли и представители Казанского университета. Японские студенты имеют свой технопарк при университете, в котором они выполняют различные интересные проекты на технологичном оборудовании. В связи с этим у меня вопрос. Возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства? Такой способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, чрезвычайно важен и очень интересен. Но у нас, по-моему, нет пока такого опыта, чтобы в полного цикла технопарк был при ВУЗе. Но в целом это хорошая практика, надо на нее посмотреть. Как известно, даже незаинтересованных людей не обходит стороной поток информации о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны. И не осталось незамеченным внимания со стороны молодежи. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию? Что вы думаете по этому поводу? Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. В Казанском университете прошел традиционный концерт, приуроченный к празднованию Дня Российского студенчества Всероссийский день студента «Татьянин день». О том, какими концертными номерами порадовали зрителей талантливые студенты ВУЗа, расскажем в нашем следующем выпуске. Дорогие друзья, с праздником вас, с успехов, здоровья вам и творческих сил. Никогда не унывайте. Будьте, несмотря на возраст, который, ну, всегда вот так вот в жизни мы стареем или взрослеем, правильно сказать, будьте молодой душой, будьте всегда студентами и помните эти студенческие годы. Также с Днем Российского студенчества поздравил студентов министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков и запустил новый флешмоб. Он предложил студентам рассказать о любимой книге под хэштегом «Книга студента». 24 января академику Российской Академии Наук Игорю Торчевскому исполнилось 90-е лет. По случаю его юбилея в Казанском Кремле состоялась церемония честования известного ученого. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В торжественном мероприятии, посвященном юбилею выдающегося советского и российского ученого, принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, а также ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, который от имени университета и от себя лично также поздравил юбиляра. Для нас это большая гордость, что такие люди, как вы, стояли у истоков многих направлений в университете и в создании нашей Академии наук, нашей действительности. В целом, мы сегодня человек, который привносит очень много для того, чтобы наши науки даже влиялись. В рамках церемонии честования Рустам Миниханов вручил Игорю Торчевскому орден Дуслык за значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний плодотворный труд. Я считаю, что совершенно неоценимый вклад в развитие фундаментальной вузовской прикладной науки руководства Республики и Табеева, и Миттенера Шариповича, вы знаете, о его вкладах говорить здесь, все знают, и настоящее руководство Республики, и в год науки. Мне, как представитель науки, разрешите вас поблагодарить. Напоминаем, Игорь Торчевский заслуженный деятель науки РСФСР, основатель Казанской научной школы клеточной сигнализации. Основные исследования ученого связаны с механизмом фотосинтеза в экстремальных условиях и биосинтезом целлюоза. В 1954 году Игорь Торчевский с отличием окончил биологопочвенный факультет Казанского государственного университета. Впоследствии был заведующим кафедрой биохимии. Игорь Торчевский удостоен множества наград, в том числе престижной премии имени Баха Российской академии наук за цикл работ сигнальной системы клеток растений. Диана Латышева, Универньюс. Река Казанка может стать меньше. Это не связано со снижением уровня воды в Куйбышевском водохранилище, как в 2019 году. Речь идет об увеличении территории берега путем намыва рядом с ривьерой. Для чего нужна новая суша и как это повлияет на экосистему реки, расскажем в нашем сюжете. Совсем недавно в средствах массовой информации прошла новость о том, что часть реки Казанки хотят осушить ради строительства нового концертного зала. На этой схеме виден план проектируемого искусственного земельного участка. Здесь готовится намыв новых территорий. Согласно техзаданию, утвержденному Минстроем Республик Татарстан, ГКУ главы Инвестстрой заказал оценку воздействия намечаемого создания земельного участка в акватории Казанки. Проект готовит ООО «ЭКО-М». Но у тушителей города и у экологов другой взгляд на строительство нового концертного зала. На самом деле у нас концертных залов, я думаю, достаточно в городе Казани. Засыпать реку не лучший вариант, потому что просто от нее останется как маленькая лужица. Зачем сушить часть Казанки? Не надо. Водичка – это очень хорошо, свежий воздух, красота. А можно концертный зал построить в другом месте? Ну, конечно, в целом против, потому что и так в Казани мало экологии, свободных мест, деревьев. Поэтому лучше бы парк сделали. Ну, сушить не надо, но в город надо, чтобы вода была. Воздействие от гидронамылов, оно, к сожалению, ведет к заелению, к загрязнению и к такому процессу, как антропогенное эфтрофирование. Потому что как только образуются новые искусственные мелководия, они хорошо прогреваются, на них активно разрастаются зеленые, синие, зеленые водоросли. А это очень большая проблема. Вот проблема цветения водоемов летом в условиях жары. А мы с вами видим, что у нас тренд идет на повышение температуры в условиях климатических изменений. Она просто губит. Вот это антропогенное эфтрофирование, оно просто губит водную экосистему. И усиливать это гидронамылами, я еще раз говорю, неправильно, неразумно, непрофессионально. Организаторы же концерта выступили за постройку зала. Концертный зал в Канзане давным-давно уже нужен, новый. Во-первых, по посадочным местам у нас, кроме пирамиды, извините, нормального концертного зала нет. То есть, какого трансформера, чтобы он как бы и портер, и там пол, и сидячие места. Соответственно, на 1200 мест сместимость пирамиды, это очень мало для нашего миллионного города. Сейчас планируется обсудить воздействие намечаемой хозяйственной деятельности с населением. Исполком Казани назначил общественное слушание на 31 января в 10.00 в культурном центре Московский по адресу город Казань, улица Академика Королева, дом 47. Радик Загидулин, Энджеми Небаева, Фарид Захитаглы, Ленардо Влитяров, Универньюс. Очистить воду от органических загрязнений теперь будет проще. Старший преподаватель кафедры органической химии и химического института имени Бутлерова-Казанского университета Эльза Султанова работает над созданием высокоэффективных фотокатализаторов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Фотокатализаторы Фотокаталитических свойств под действием солнечного света. То есть планируется их использование без каких-либо специальных устройств. Проект молодого ученого супрамолекулярной и полимерной системы на основе производных теоколексоренов в создании фотокаталитически активных композитов получил грант президента Российской Федерации. Наша группа занимается разработкой новых фотокатализаторов. И в рамках гранта собираемся рассмотреть влияние строения различных макроциклических соединений на эффективность фотокатализатора в реакциях разложения красителей под действием солнечного света. Замусоривание окружающей среды в наше время глобальная проблема. В частности, это загрязнение источных вод, которые засоряются различными промышленными отходами. Именно над решением этой проблемы и будут продолжать работать ученые. Энжеми Небаева, Универтньюз. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok